Пушкин в свое время в заметке о поэме «Граф Нулин» написал «Бывают странные сближения». Вот о такого рода сближениях я хотел бы рассказать сегодня. Сближения эти бывают разными. Мы можем их условно назвать вертикальными, горизонтальными. Когда я учился на ИСТФАКе, одним из лучших преподавателей, безусловно, одним из лучших лекторов, которых я вообще в жизни встречал и слушал, был Владимир Борисович Кобрин, прекрасный специалист по истории средневековой России. Он не раз говорил нам, очень хорошо помню его первую лекцию, да и потом он возвращался к этой мысли, что история учит людей, но не напрямую. Я позволю себе процитировать его книгу, которая называется «Кому-то опасен историк». Историк, пишет Кобрин, заставляет человека понять, что он лишь звено в цепи поколений, но звено необходимое. Благодаря истории мы можем ощутить эту тесную связь поколений. «Далекие эпохи вовсе не так уж далеки, как может показаться. Я это понял, продолжает он, 30 с лишним лет тому назад, где-то в середине 50-х годов, когда прочитал небольшое газетное сообщение, в нем говорилось, что человек, бывший в молодости личным секретарем Дмитрия Ивановича Менделеева, готовит печать в дневнике великого химика. В этом факте еще не было ничего удивительного. От смерти Менделеева тогда прошло меньше 50 лет, и 75-летний человек вполне мог быть у него секретарем. Удивляло другое. Из этих дневников следовало, что молодому Менделееву помог на первых порах декабрист Иван Иванович Пущин. «Друг Пушкина. Значит, и эта пушкинская эпоха не так уж далека». «Я начал размышлять», — говорит Кобрин. «Вот студентам я как-то слушал лекцию уже очень старого академика Роберта Юрьевича Випплера. А ведь он сокурсник известного лидера кадетов и историка Павла Николаевича Милюкова. «Был студентом, когда в 1879 году умер Сергей Михайлович Соловьев и начал читать лекции молодой Василий Васильевич Ключевский». Конец цитаты. Я думаю, что практически все мы, каждый из нас поразмыслив, мог бы привести примеры таких вертикальных сближений, связок, уходящих в прошлое, подобных тем, о которых любил размышлять Владимир Борисович. Когда я принялся за подобного рода размышления, я тут же вспомнил, что в 60-е годы школьником я жил с родителями на одной лестничной площадке с генерал-лейтенантом Иваном Степановичем Колесниковым, героем Советского Союза, и тогда военным комендантом Москвы. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в июне 1953 года Колесников, который был тогда существенно моложе, участвовал в аресте Берии. Вот живая история. Другой пример. Когда я защитил кандидатскую, и через некоторое время, это было в конце 80-х годов, через некоторое время мне представилась возможность, время изменилось, поехать надолго, на год работать во Франции в библиотеках и архивах. Старшая моя коллега по институту, Марьяна Казимировна Трофимова, которая была специалисткой по коптским апокрифам Евангелий, попросила меня передать письмо ее родному дяде, который жил в Париже в эмиграции, которому к этому времени было около 100 лет. Я познакомился в Париже с этим человеком. Его звали Леонид Мартынович Зайцев. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, он был студентом юридического факультета Московского университета. Ушел добровольцем на фронт. В годы гражданской войны в чине лейтенанта флота служил в Белом Черноморском флоте, входившем в состав русской армии барона Врангеля. Ушел вместе с ним в Турцию, оттуда через Балкан и перебрался в Париж, где, по его словам, работал машинисткой у того же Милюкова. А затем всю оставшуюся жизнь шофером такси. Правда, в 1923 году он успел поучиться в Сорбонне. Это был очень образованный, прекрасно воспитанный, интеллигентный человек, живое воплощение истории. До конца его дней мы получали от него новогодние открытки поздравительные, написанные тем русским языком, которого больше нет. И в том числе дореформенным алфавитом с ятями. Это были открытки из прошлого, но в то же время из настоящего. Разумеется, связи между людьми можно проследить и по горизонтали. Вот тот же Кобрин говорит в своей книжке, между любыми двумя людьми на земном шаре, говорят, насчитывается всего несколько связок. От себя добавлю, что изучение таких связей дает богатые возможности для применения синхронистического метода в истории, то есть сопоставления одновременных событий у различных народов в различных странах. Именно эти возможности вдохновляли, например, Бориса Федоровича Поршнева, когда он работал над монографией «30-летняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства», пытаясь в ней преодолеть традиционный разрыв между историей отечественной и всеобщей. Эти же возможности вдохновляли известного нашего востоковеда Игоря Всеволодовича Можейко, придумавшего и написавшего отличную научно-популярную книгу «1185 год». Если для Поршнева связующий конвой описываемых, анализируемых им событий была «30-летняя война», то для Можейко великий шелковый торговый путь из Азии в Европу. Меня же очень интересует третий тип таких связок – горизонтальные связи в прошлом, которые одновременно позволяют нам не только проследить личностные нити между людьми, давно ушедшими, но и представить себе их проекцию на настоящее время. На протяжении 30 лет я занимаюсь изучением XVIII века, точнее говоря, историей русско-западноевропейских культурных связей эпохи просвещения. Довольно долго просвещение считалось ничем иным, как идеологической базой французской революции XVIII века, в которой, в свою очередь, как вы, наверное, знаете хорошо, видели решающий шаг на пути от феодализма к капитализму и одновременно матрицу русской революции XX века. С тех пор историографическая ситуация существенно поменялась. Во-первых, эпоха просвещения стала изучаться как самостоятельный и очень важный объект исследования, а не как идейные прелюдии французской революции. Во-вторых, близкие мне современные историки рассматривают просвещение не столько как идеологическое движение, сколько как особую эпоху в истории культуры в самом широком смысле слова со своими ценностями, практиками, системой коммуникации, способами общения. В-третьих, традиционное представление о просвещении как о культурном феномене, действие которого ограничивалось с европейскими странами и сферой их влияния, за последнее время обогатилось представлением об этой эпохе как о качественно новой стадии глобального взаимодействия культур. Иллюстрацией этого нового качества может послужить рассказ о том, как действовала в XVIII веке так называемая теория шести рукопожатий, которую имел в виду Кобрин, когда говорил о связках между двумя любыми людьми на земном шаре. Напомню, что согласно этой теории, предложенной впервые венгерским литератором Фридишем Каринти в рассказе «Звенья цепи» 1929 года, а затем развитой американскими психологами Стэнли Милгрэмом и Джеффри Треверсом во второй половине шестидесятых годов прошлого века, каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти-шести человек. Разумеется, подобная связь тем интереснее, чем она неожиданнее. Именно поэтому в качестве примера я предлагаю рассмотреть сегодня цепи отношений, связавших двух людей, портреты которых вы видите здесь. Надеюсь, вы их различаете в свете солнца. Один из них расположен слева. Это итальянский поэт и драматург Витори Альфьери. Дата его жизни 1749 год, 1803 год. А справа от него расположен правитель Японии Инари Токугава, родившийся примерно тогда же, но правивший с 1773 по 1841 год. Он был 11-м сёгуном с 1787 года из этой династии. Трудно представить себе людей более далёких друг от друга. Альфьери – автор неоклассических трагедий, сатир, от и эпиграмм, пронизанных тираноборческими мотивами и гражданским пафосом. Человек глубоких и сильных страстей, певец свободы. Он был кумиром Байрона, а его стихи переводил на русский язык сам Пушкин. Если, в принципе, вас этот сюжет заинтересует, есть содержательная статья об отношениях Пушкина к Альфьери петербургского филолога Антона Олеговича Дёмина. Пушкин интересовал не столько художественный стиль Альфьери, сколько драматизм его произведений, неукротимое стремление его героев к свободе. Альфьери похоронен в флорентийской базилике Санта-Крочи между Макеавеллией и Микеланджело. Надгробный памятник ему высек из мрамора сам Антонио Канова. Токугава и Эйнари, портрет которого вы видите справа от портрета Альфьери, напротив, вошел в историю как удалившийся отдел Сёгун. В Японии императоры чаще всего бывали лишь номинальными правителями, а реальная власть принадлежала, как вы, наверное, знаете, верховным военным вождям, Сёгунам, начиная с XVII века и с династии Токугава. Сёгун же Эйнари сам предпочел передать управление страной регенту и правительству и запомнился тем, что занимался преимущественно личными делами. У него было то ли 55, то ли 56 детей, одна супруга, в разное время от 16 до 27 официальных сожительниц и до тысячи наложниц, проживавших в Оку, горе Ме Сёгуна. Похоронен он в буддийском храме Кан-Идзи, расположенном в Уэна, в северном пригороде Эда, сейчас это парк Уэна в одном из центральных районов Токио. Над его могилой, по обычаю, была воздвигнута маленькая каменная пагода. Что же могло связать людей, столь разных, живших в разных концах света и по-разному запечатленных в памяти потомков? Начнем с Альфьери. Виторий Альфьери был пьемонским аристократом, воспитанным на идеях просвещения. В молодости он много путешествовал. С 1766 по 1772 год он совершил три больших поездки по Европе, а в мае-июне 70-го года посетил и нашу страну. Стремление повидать Россию он объяснял позднее тем впечатлением, которое произвело на него чтение истории Российской империи при Петре Великом. Вы, наверное, слышали хотя бы об этом произведении. Скажу лишь два слова. Вольтер в нем представлял Петра как человека, который создал российскую нацию с нуля, с чистого листа. До него было сплошное варварство, невежество. И вот пришел великий просвещенный государь, наделенный волей, способностями, и создал страну, приобщил ее к европейской цивилизации. Естественно, подобный рассказ, помноженный на воспоминания о том, что из себя представляла Россия до того и опыт Северной войны произвел довольно сильное впечатление на современников. Но Альфьери был знаком не только с историей Петра, написанной Вольтером. Он успел познакомиться с несколькими русскими молодыми людьми, которые обучались вместе с ним в Туринской академии. Успел наслушаться восторженных рассказов о России, как он пишет, этой нарождавшейся нации. И вот он приехал в Россию, и не понравилась она ему. Уехал он из России разочарованным. Ну, собственно, побывал он только в Петербурге. Не съездил в Москву, хотя собирался. Не стал встречаться со своими старыми знакомыми по Туринской академии. И даже отказался быть, по его словам, представленным императрицем. Спустя много лет в своей автобиографии он напишет, «Когда впоследствии я старался открыть причину такого бесцельного, дикого поведения, то пришел к заключению, что это была явная нетерпимость моего непреклонного характера и естественное отвращение к тирании. Вся эта азиатчина меня утомила. Мне казалось, что я нахожусь за тысячу верст от Европы». В конце июня 1770 года Альфьерия выехал из Петербурга и направился к западной границе империи. От Петербурга до Кёнигсберга у него был попутчик Алексей Васильевич Нарышкин. Вот его портрет. Более поздний. Значит, эта гравюра с портрета написана очень известной немецкой художницей Ангеликой Кауфман. Гравюра, стамп, хранится в одном из наших музеев. Их, собственно, несколько экземпляров существует, этих истампов. Значит, Алексей Васильевич Нарышкин родился в 1742 году, а умер в 1800. В тот момент это был молодой русский дворянин. И путешествовал он якобы для собственного удовольствия и поправления здоровья. Здоровье действительно у Нарышкиных, а вы узнаете, их было на самом деле три брата, было довольно хрупким. Но на самом деле он отправлялся в Европу, а точнее в Турин с секретным поручением. Ему предстояло прозондировать возможность установления прямых дипломатических и иных связей между Россией и Сардинским королевством. Турин как раз и был столицей Сардинского королевства. Россия, напомню, в это время вела войну в Турции, 70-й год. В войну с Турцией русский флот находился в Средиземном море, нуждался в базах, надежном обеспечении. И российское правительство прилагало усилия к тому, чтобы договориться с Средиземноморскими державами так или иначе об этом обеспечении. У ворот Кёнигсберга пути Альферии и Нарышкина разошлись. Альферия отправилась в Берлин, а Нарышкин поначалу на воды в Ахен, тогда это называлось Экс-Ля-Шапель. Их пути потом вновь пересеклись на водах в СПА, то есть это на востоке нынешней Бельгии, в Орденнах, уже в сентябре 70-го года. Вот именно там Альферий, для которого Нарышкин уже выступал в роли старого знакомца, дал ему рекомендательное письмо графине Ди Санджилио. Это была хозяйка самого знаменитого светского салона в Турине. Там собирались в ее салоне лучшие головы и все иностранные посланники, как писал в одном из своих донесений Нарышкин. Дальше он последовал, вооружившись этим письмом, Венецию, где российский посланник маркиз Пана Маруци дал ему еще одно рекомендательное письмо, но еще не в Турин, это все было сложнее, а британскому посланнику во Флоренции, который, как рассчитывал Нарышкин, в свою очередь, даст ему еще одно рекомендательное письмо британскому посланнику в Турине. Значит, по дороге Нарышкин встречает еще одного знатного человека, это был граф Карло Франческо Вальперго де Мазино, который дал ему рекомендательное письмо к своему родственнику, Франческо Лоскаридо Костелару, министру иностранных дел Сардинского королевства. Вот таким образом Нарышкин запасается рекомендательными письмами и прибывает в Турин как частное лицо, якобы совершенно без всяких официальных заданий. Он входит в круг светского туринского общества и пытается выяснить, выполнить то поручение, которое ему дали, есть ли возможность установить такие отношения с Туринским двором, с Сардинским королевством или нет. Его представляют королю, представляют принцу Пьемонскому, герцогу Савойскому. Беседы с ними очень быстро дают ему понять, помогают ему понять, что положение Туринского двора, который балансировал в это время между Австрией и Францией, Габсбургами и Бурбонами, не позволяло ему пойти на установление прямых отношений с Россией, во всяком случае до окончания русско-турецкой войны. Нарышкину оставалось лишь покинуть Турин, и в начале марта 1771 года отбыть в Пизу, где в то время находилась значительная русская колония. Интересно, что спустя несколько лет, в 1776 году, Григорий Потемкин в письме императрицы обвинил Нарышкина в смехотворном стремлении заключить оборонительный наступательный союз с Сардинским королевством. Обвинение это было, по сути, беспочвенным, потому что, прощупывая возможность сближения с Ардинией, Нарышкин строго руководствовался инструкциями коллегии иностранных дел, и мы можем сегодня почитать эти инструкции в архиве внешней политики Российской империи. Раздражение Потемкина было, на самом деле, вызвано не каким-то реальным проступком Алексея Нарышкина, а подвигами его родного брата Василия, Василия Васильевича, он был старше. Этот Нарышкин вначале приобрел некоторую известность как прокурор Архангельской губернии, руководивший с 1769 года очередным этапом политического следствия по делу Арсения Мациевича, бывшего митрополита Ростовского. Это был довольно упрямый иерарх православной церкви, русской православной церкви, практически единственный его уровнем, который осмелился, во-первых, публично не согласиться с секуляризацией церковных имуществ, которые проводилась Екатериной с начала ее царствования, и более того, публично выражать сомнения в ее праве на престол. А вы помните, что Екатерина II пришла к власти в результате государственного переворота и переступив через труп собственного мужа. Именно благодаря усердию Василия Нарышкина Арсений Мациевич был приговорен к вечному заключению. Под именем Андрея Вроля он был переведен из Николаевского монастыря, находившегося в Архангельской губернии, в Ревельский каземат, где умер в феврале 1972 года. Так вот, его гонитель Нарышкин в том же... Нет, не в том же, а спустя три года, в 1975 году был назначен, вероятно, за свои заслуги перед Отечеством и благодаря ходатайству родни, главным командиром, то есть начальником Нерщинских горных заводов и рудников. Главное богатство этих рудников – серебро, серебряная руда. По прибытии на место назначения он предался беспробудному пьянству, начал широко тратить казенные средства, вымогать деньги у местных купцов, грабить торговые караваны, насильно крестить тунгусов и бурятов, заявляя, что делает это по приказу императрицы и по воле Всевышнего, явленной ему в сновидениях. Наконец, в мае 1976 года он объявил войну иркутскому губернатору Немцову и пошел на него с войском. В этот момент чаша терпения властей переполнилась. Нарышкин был арестован в Верхнеудинске в июле 1976 года, доставлен в Иркутск, отхода в Петербург, в Петропавловскую крепость. Екатерина II, узнав о его деяниях, назвала его шалуном, он был ее крестником, кстати говоря. Сенатская комиссия расследовала его деятельность, врачи его освидетельствовали и признали сумасшедшим. Как бы то ни было, обвиняя Алексея Васильевича Нарышкина, его младшего брата, в якобы странном стремлении заключить трактат Сардинии, Потемкин в том же письме Екатерине помянул недобрым словом о его безумного брата Василии, беспорядке, затеянном им в Сибири. Но вернемся к Алексею Нарышкину. После неудачи его миссии в Турин он много путешествовал по Европе, побывал и во Франции. И именно в этот период он познакомился там с Дени Дидро. Имя это, конечно, вам знакомое. Дидро в это время готовился к поездке в Россию. Это был вообще единственный великий западноевропейский просветитель, лично посетивший нашу страну. Почему он поехал в Россию? По приглашению Екатерины. Почему он решил ответить на него с согласием? По двум причинам. Во-первых, его, как и многих умных людей того времени, интересовали перспективы реформирования нашей страны. Вот действительно ли Вольтер был прав, считая, что вот так вот по манию царя, просвещенного государя, можно преобразовать страну и вывести ее на передовые рубежи, и даже сделать так, чтобы она служила примером остальным. А в этом и заключался так называемый русский мираж XVIII века. Была и другая сторона медали. Дидро в 1765 году решил продать свою библиотеку. Он был человеком очень бедным, если не бедным, то крайне нуждавшимся. Жил он только своим литературным трудом. И в этот момент его единственная дочь собралась замуж. Нужно было найти приданное, денег не было, и он решил пожертвовать своей библиотекой примерно двумя тысячами томов. Были помещены в газетах объявления о продаже этой библиотеки, и вдруг в качестве покупателя на сцену выступает Екатерина II, которая была заинтересована в создании благоприятного о себе общественного мнения, именно потому, что ее права на трон были сомнительны, и единственное, что в глазах современников могло искупить ее вину, ее действия в качестве просвещенной государыни. Что же могло бы послужить, так сказать, лучшим аргументом, чем союз императрицы и философов. И вот такой жест покупка библиотеки. Но не просто покупка библиотеки, само по себе это было бы еще ничего. Она, во-первых, заплатила огромную цену за эту библиотеку, намного превосходившую то, что просил Дидро. Во-вторых, она сделала его своим библиотекарем, был создан специальный, так сказать, постимператорский библиотекарь. Она заплатила ему жалование библиотекаря за 10 лет вперед и оставила всю библиотеку в его распоряжении до конца его дни, с условием, что после его смерти библиотека будет переправлена в Россию. Где она и находится сейчас, правда, в рассеянном виде. В основном книги Дидро пополнили российскую императорскую публичную библиотеку, а теперь нынешнюю российско-национальную библиотеку в Петербурге. В отличие от библиотеки Вольтера, которую она тоже купила позднее, которая полностью сохранилась или почти целиком сохранилась, библиотека Дидро не сохранилась, и сейчас историки пытаются реконструировать с большим или меньшим успехом. Таким образом, у Дидро перед Екатериной был долг признательности. В результате он решил предпринять это путешествие, причем это был единственный случай, когда он покинул пределы Франции для того, чтобы отправиться в Петербург. И после возвращения из Петербурга он больше тоже никогда не покидал пределы своей родины. Желая путешествовать с пользой, он готовился многое узнать во время этой поездки. Я тем временем вам покажу его портрет. Каким образом? Ну, во-первых, круг его знакомых был гораздо шире, чем обычно представляется. Думают, что, ну, бывал он при дворе, я, кстати, довольно часто, ну, виделся с придворными, но что он мог еще знать. Иногда даже говорят, ну, в конце концов, Дидро, ну, встречался с Екатериной, еще с несколькими придворными, что он знал о России. А между тем он осмеливался советовать, как именно реформировать эту страну. Это просто, так сказать, невежество и наглость. Не более того. На самом деле, это был очень умный человек, а и образованный, и знающий, и любопытный, любознательный. А круг его российских знакомых насчитывает, по современным данным, порядка 150 человек. Одним из этих знакомых был, конечно, Алексей Нарышкин. Значит, Нарышкин пригласил Дидро в свою карету, и в этой карете они совершили путешествие из Гаги, куда Дидро добрался сам, в Петербург. Значит, приехав в Петербург, Дидро решил получить сведения, которые ему были нужны для, возможно, нового издания энциклопедии в Риге, как предлагала ему Екатерина, возможно, для того, чтобы удовлетворить собственную любознательность. Так или иначе, он составил несколько опросных листов. Первый опросный лист по времени был адресован Академией наук, второй самой императрицей, самой большой по объему. И, наконец, меньший, графу Миниху, который тогда руководил, это сын фельдмаршала Миниху, он руководил тогда таможенной службой Российской империи. И Екатерина II сама переадресовала ему фактически, ну, Дидро написал письмо, те вопросы, на которые она сама либо не сочла нужным отвечать, либо не знала на них ответ. Значит, первый по времени опросный лист был адресован Академией наук Петербургской, где Дидро представил его на заседании 1-12 ноября 1773 года. Почти все его вопросы Академии касались естественной истории, геологии и минералогии Сибири. Подготовить ответы было поручено Академику Эрику Густаву, или, как в России его называли, Кирилл Густавич, Лаксману. Года его жизни 1737-1796. Вот единственный, сохранившийся его до наших дней, портрет работы неизвестного художника, который находится в Лиссабоне. Значит, кем был Академик Лаксман? Он был по происхождению финном, уроженцем Нейшлота, Выборгской губернии. Сейчас это финский город Саванлина, где регулярно проводятся знаменитые оперные фестивали. Лаксман получил образование в шведскоязычном университете АБА, ныне Турку, Финляндии. С 1762 года жил в России, преподавал естественную историю и физику в лютеранской школе при церкви святых Петра и Павла в Петербурге. Это знаменитый Петер Шуле. Возглавлялась она тоже очень известным человеком, Антоном Фридрихом Бюшингом, крупным немецким теологом, географом и педагогом. Затем Лаксман получает место пастора, лютеранского пастора в Барнауле. Едет туда, ему интересно, путешествует по Сибири, изучает с 64 по 68 год местную флору, переписывается с самим Карлом Линнеем, занимается химией, минералогией, метеорологическими наблюдениями. Вернувшись в Петербург, он становится в 1770 году членом Академии наук в качестве профессора экономии и химии. Таким образом, его квалификация не вызывала сомнений. Согласно принятой процедуре, подготовленные им ответы на вопросы Дидро были одобрены академической конференцией, это был высший орган Академии, а затем представленный директору Академии графу Владимиру Григорьевичу Орлову. Орлов ни в коей мере не был ученым, но его должность была почетной, он должен был руководить научными трудами Академии. Вот именно Орлов должен был принять окончательное решение, передавать ли ответы Лаксмана Дидро или нет. Мы не знаем, какое решение он принял, мы только знаем, что Дидро этих ответов так и не дождался. И не до отъезда из Петербурга, не после отъезда из Петербурга. Вполне возможно, что Орлов или сама императрица сочли, что ответы Лаксмана содержат некие неподлежащие распространению сведений, например, о природных ресурсах Сибири. Это объяснение кажется мне вполне правдоподобным, учитывая существовавшую тогда общую практику засекречивания сведений о результатах экспедиции и запасах полезных ископаемых, особенно редких минералов, драгоценных и полудрагоценных металлов. Дидро в марте 1774 года отправляется на родину, а Лаксман продолжает жить в России. Мы не знаем, как он отнесся к более чем вероятному отказу сообщить Дидро подготовленные им ответы. Они, кстати, все сохранились, хранятся в архиве Академии наук в Петербурге на немецком языке. Так или иначе, вскоре Лаксман решается покинуть столицу и в 1779 году совершает продолжительную поездку по северо-западу европейской части России. В 1980 году он получает новое назначение. Место помощника, начальника нершчинских рудников и заводов, тех самых рудников и заводов, которыми прежде распоряжался Василий Нарышкин. К тому времени вместо Нарышкина там был назначен начальником француз Егор Егорович Барбо де Марни. Но вскоре Лаксман оставляет службу и при Марни. С 1984 года он живет в Иркутске, занимается минералогическими исследованиями, основывает поблизости стекольный завод и применяет открытый им способ получения стекла при помощи природной глауберовой соли вместо поташа, карбоната калия. И вот в начале 1789 года, смотрите, это год уже французской революции, происходят события, вновь изменившие ход его жизни. В Иркутск с Камчатки доставляют группу японцев, за 6 лет до этого ставших жертвами кораблекрушения. Их корабль, вышедший в декабре 1782 года из бухты Сирока, порт Симода в провинции Иссе, это остров Хансю, направлялся в Эда, нынешний Токио. С грузом риса и экипажем из 17 человек во главе с капитаном Дайкоку Кодаю. Вот этот капитан с одним из своих спутников на гравюре чуть более поздней. Вы уже видите, что они находятся в России на этой гравюре и одеты в ту одежду, которую носили в Петербурге в это время. Что происходит с этими людьми? Корабль попадает в шторм, лишается мачты. Более 7 месяцев японский корабль носит по Тихому океану. Люди питаются рисом и пьют дождевую воду. В августе 1783 года судно прибило к Амчатке. Это один из Леутских островов, которые тогда находились под властью России. Японцы проводят там еще 4 года на Амчатке. В 1787 году оставшиеся в живых 9 человек переправляют на Камчатку. Там они живут еще целый год. Здесь, между прочим, их повстречал Жан-Батист Бартелеми де Лесепс, участник экспедиции Лаперуза, которая, как вы знаете, пропала. Это был очень интересный человек. Чем он интересен? Во-первых, в 1812 году, когда французы ненадолго займут Москву, Наполеон назначил его гражданским губернатором города. Он должен был обеспечивать французскую армию в Москве запасами продовольствия. Но это длилось недолго. Он интересен еще тем, что его родной племянник Фердинанд де Лесепс станет в 19 веке уже значительно позднее строителем Суэцкого канала и человеком, попытавшимся построить и Панамский канал. И эта попытка завершилась Панамской аферой, о которой вы, наверное, слышали тоже. А если нет, то услышите на своих занятиях или прочитайте в книжках. Значит, этот самый Лесепс по возвращении в Париж опубликует дневник путешествия по Камчатке и упомянет там встретившихся ему на Камчатке японцев. Как они живут на Камчатке? Тяжело. От цинги умирают еще трое. А оставшиеся шесть человек доставляют через Охотск и Якутск в Иркутск, который тогда считался столицей Сибири. Туда японцы прибывают в феврале 89-го года. Здесь их берут на казенное содержание, предлагают остаться в России и избрать по собственному желанию род занятий. Двое соглашаются, изъявляют желание остаться и креститься. А четверо других во главе с капитаном Кодаю настойчиво просит отправить их на родину. Это желание было тем более примечательным, что Япония того времени упорно скрывала свое лицо за бамбуковым занавесом. Ее правительство проводило политику закрытых дверей, проявлявшуюся в частности в том, что японцам категорически запрещался выезд за пределы страны, а нарушившим этот запрет грозило суровое наказание вплоть до смертной казни. Кодаю с товарищами провели в Иркутске около двух лет. Когда они в третий раз подали прошение о возвращении в Японию, Иркутская губернская канцелярия попросту перестала выплачивать им содержание, их положение материально осложнилось. Но, к их счастью, их судьба заинтересовала Лаксмана, который решил использовать их пребывание в России для установления отношений с Японией. Он взял Кодаю под свое покровительство и в январе 1791 года поехал с ним через всю страну, через Екатеринбург и Москву в Санкт-Петербург. Ехали на санях, запряженных восьмеркой лошадей, а на трудных участках впрягали до 20 лошадей. Мчались днем и ночью. Меняя лошади, они за 36 дней преодолели около 6 тысяч верст. В Петербурге японцу показывали местные достопримечательности. Например, ту же конную статую Петра Великого работы Фальконе. В свое время, кстати, Фальконе пригласили именно по рекомендации Дидро, и родился этот памятник, самый знаменитый памятник Петербурга, о котором Пушкин напишет «Медный всадник». Что понял этот памятник и про самого Петра японец? Он уяснил, что Петр был полулегендарным властителем, возродившим Россию, что прославился в частности тем, что, осматривая окрестные леса и болота во время строительства новой столицы, победил обитавшую там страшную змею, затоптав ее конем. Наглядно убедившиеся в его могуществе народы и сами бросились искать его покровительство. Гром камень, на котором был установлен памятник, японец принял за царскую гробницу. В столице империи Лаксман через стат секретаря императрицы графа Безбородка подал Екатерине II прошение Кодаю о возвращении на родину и собственную докладную записку с проектом отправки в Японию посольства для установления с ней торговых отношений. Он предлагал, чтобы в знак дружественного отношения России к Японии это посольство увезло Кодаю и его товарищей на родину. Императрица благосклонно отнеслась к этому проекту, приняла японца на аудиенции в царском селе в июне 1791 года, а в сентябре подписала указ, предписывавший иркутскому генерал-губернатору Ивану Алферевичу Пилю отправить в Японию экспедицию, задуманную Лаксманом. Экспедиция, организованная на основании этого указа, была возглавлена сыном академика, поручиком Адамом Лаксманом. Его галиот Святая Екатерина отплыл из Охотска в сентябре 1792 года. В середине октября он бросил якорь у местечка Кимура на южной оконечности острова Митсумая, нынешней Хоккайдо, где вынужден был встать на зимовку. Подозрительность японцев задержалась здесь русских на несколько месяцев. Недостатка ни в чем они не имели, но всякие отношения с властями бесконечно затягивались. Только в конце апреля 1793 года в Кимура прибыла многочисленная группа японских чиновников, которая разрешила Адаму Лаксману доставить привезенных японцев в ближайший город Митсумая. Отсюда Лаксману предстояло вернуться в Россию, а Кодаю и еще одному уцелевшему его товарищу отправиться в Эда. Здесь их несколько раз допрашивали, причем второй допрос состоялся в присутствии Сёгуна, Токугава и Энари в 18-й день 9-й луны 5-го года эры Консей, что соответствует дате 22 октября по нашему календарю и 2 ноября по Григорианскому 1793 года. Вот портрет Сёгуна целиком. Сёгун, конечно, не пожимал руку японскому капитану, более того, он выслушал его рассказ из-за ширмы, но он отдал распоряжение, чтобы материалы допроса и другие сообщенные капитаном сведения России были обобщены одним из самых образованных японцев того времени придворным медиком по имени Кацурагава Хосю. В результате появился объемистый труд, краткие вести о скитании их в северных водах. Фактически японская энциклопедия русской жизни 18 века. О многих подробностях быта того времени русского мы можем, скажем, составить некоторые суждения по материальным предметам, но если эти предметы не сохранились до наших дней, что делать? Русские современники могли просто о них ничего не писать, они были у них перед глазами каждый день, а западные путешественники могли о них ничего не писать, потому что они не представляли для них никакой диковины. С этой точки зрения текст Кодаю совершенно уникальная вещь. Это интереснейший пример восприятия привычной реальности посторонним взглядом. Черновики этого текста были уничтожены, а беловая рукопись помещена в архиве Сёгуна и засекречена. Сколько секретов. Его первое издание увидело свет в Японии только в 1937 году. Представляете? Таким образом, мы проследили цепочку от Альфьери к Нарышкину, от него к Дидро, от Дидро к Лаксману, от Лаксмана к Кодаю, а от Кодаю к Сёгуну и Нари Токугава. Это, казалось бы, невероятная связь оказалась возможной и реализовалась, несмотря на все препятствия и расстояния. Поскольку в XVIII столетии мир одновременно расширился, я имею в виду расширение горизонтов, масштабов затеваемых дел, и уменьшился, стал более тесным, резко возросла мобильность людей, контакты между ними умножились и участились. Кому, как не нам, людям, помнящим век XX, порожденные им войны, стены, разделительные полосы, а сегодня с растущей тревогой вглядывающимся в будущее, понимать и чувствовать значение этого парадокса XVIII столетия. Это еще в большей степени свойственно нашему времени. Смотрите, с одной стороны, тенденции расширения и сближения, набирающие силу на наших глазах, та самая глобализация, вроде бы внушают надежду на то, что масштабность задач, стоящих перед человечеством в целом, возросшая взаимозависимость, объединят страны, народы, отдельных людей, заставят их играть по общим правилам, и в то же время научат ценить разнообразие, учитывать интересы друг друга и понимать, что от этого зависит успех их начинаний. С другой стороны, мы не должны питать на сей счет никаких иллюзий. Эти же тенденции напоминают нам, что общество может быть описано и как непрерывно усложняющая система коммуникации, все более подвержена влиянию так называемого эффекта бабочки, при котором любое, даже незначительное воздействие на систему может иметь серьезные и непредсказуемые последствия, еще вчера казавшиеся невероятными. Такие, казалось бы, невероятные события или явления с подачи современного американского экономиста Насима Талеба получили название «Черных лебедей». Он опубликовал одноименную книгу в 2006 году, она с тех пор была переведена и на русский язык, и этот термин, это название быстро вошло в моду. Сама популярность этого образного выражения в наши дни говорит о многом. В давние времена англичане прибегали к этой метафоре «Черные лебеди», говоря о любой небывальщине, ведь все знали, что лебеди белые. Это значение исчезло именно в XVIII веке, после того, как голландская экспедиция Вилема де Вламинха обнаружила в Западной Австралии популяцию черных лебедей. Это произошло в 1697 году. А вот описал этот вид английский натуралист Джон Лейтон только в 1790 году. «Черные лебеди»